Новый год приносит изменения и не только календарные. С 1 января вступают в силу законопроекты, принятые Государственной Думой в 2012 году. О том, какие законы приняли российские парламентарии, вы узнаете из следующего сюжета. Новшество в законодательстве существенно изменит нашу жизнь. Итак, чего нам ждать в ближайшее время? Одно из важнейших нововведений касается энергетической политики. С 1 января отменен оборот любого топлива класса Евро-2 и ниже. Грозит ли это дефицитом, повышением цен на бензин? Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак уверяет, что россиянам опасаться нечего. Главное, теперь экологии ничего не угрожает. Ну, почти ничего. Следующая новость тоже может заинтересовать автолюбителей. С 1 января начинают действовать обновленные правила взыскания за нарушение правил дорожного движения. Главное изменение касается выезда на встречную полосу. Еще 31 декабря за подобную оплошность лишали водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. С наступлением 2013 удостоверение придется отдать инспекторам на 12 месяцев, но только в случае повторного за год нарушения. Любителям пива в этом году не миновать дефицита этого напитка. Во всяком случае, в киосках маленьких магазинчиках отныне его продавать перестанут, а с 23.00 до 11.00 утра реализация этого напитка вообще запрещена. Кстати, правила касаются и слабоалкогольных коктейлей. Также нельзя продавать подобные горячительные напитки на расстоянии менее 100 метров от детских, образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, любая реклама в интернете, печатных в СМИ, на ТВ и радио, согласно нового законодательства, недопустима. А вот новость для обладателей сотовых телефонов. Парламентариями был принят закон, по которому можно сохранять номер мобильного при смене оператора. Услуга будет платной, но ее стоимость по закону не должна превышать 100 рублей. Минимальный размер оплаты труда в этом году повысится до 5205 рублей. В прошлом году он составлял 4611 рублей. И еще в нынешнем году в соответствии с указом президента, минимальная оплата труда педагогов не может быть ниже средней зарплаты по региону. В сфере образования это не единственное изменение. С 2013 в качестве обязательного предмета во всех школах будут изучать основы религии. Самым резонансным нововведением стало снятие ограничений на оплату за пребывание ребенка в детском саду. Если раньше родители должны были платить за садик 20% от этой стоимости, то теперь учредитель самостоятельно фиксирует такую цифру. Размер материнского капитала будет проиндексирован с 1 января 2013 года и составит 408 960 рублей. Использовать эту сумму можно так же, как и прежде, на улучшение жилищных условий, на образование детей, оплату детского сада или формирование пенсии матери. Также с января этого года вступит в силу нашумевший закон Димы Яковлева. Симметричный ответ Госдумы и президента Российской Федерации на акт Магнитского, принятый месяцами ранее американским парламентом. В соответствии с этим нововведением от ныне жителей США не смогут усыновить детей-сирот из России. Юлия Ганезова, Александр Димовская, программа «События».